монеты советского раннего периода и сразу эти монеты в обращении не были запущены красивый необычный след появились рублей 22 года кстати весьма редкие хотим порекомендовать компанию монетник ru где вы можете пополнить свою коллекцию стопроцентно подлинными монетами более 22 тысяч видов монет от античных до современных по цене от одного до полутора миллионов рублей за монету все предметы в наличии заказ отправляется в течение 24 часов любой город россии при покупке от 5000 рублей доставка бесплатная легкий возврат товаров в течение 30 дней с момента получения за пять лет работы уже 110 тысяч человек стали клиентами монетник ru и остались довольны о чем говорят пять тысяч сто отзывов яндексе на 5 звезд все монеты проверены профессиональными экспертами и компания монетник на сто процентов гарантирует их подлинность специальное предложение только для зрителей нашего канала получите подарок все шесть монет новинок центробанка 10 рублей 2020 года и еще 25 рублей самоотверженный труд медицинских работников бесплатно при любом заказе от 1000 рублей доставка заказа в любой город рф тоже бесплатно чтобы воспользоваться предложение введите купон zt 2021 на странице оформления заказа данное предложение действует до 31 марта этого года воспользоваться можно только один раз приветствую всех зрителей канал заметки мумизмата сегодня у нас очередная встреча и рассказ про монеты советского раннего периода чеканки уже как-то с вами говорили о подборке монет 1924 года интересная эта подборка тем что в день можно встретить все выпускавшиеся тогда номиналы разменных монет и медных и серебряных за исключением разве что полукопейки в 24 году к сожалению полукопейки не было появилась она на следующий год в 25 и дополнительно к этой подборке можно условно прибавить не было и золотой монеты в двадцать четвертом году к сожалению единственная доступная сейчас золотая монета хоть и весьма дорогая это золотой червонец 1923 года но началась советская чеканка раньше вероятнее всего в самом конце 1921 года здесь нужно еще конечно более внимательно изучать документы монетного двора вполне вероятно что чеканка велась и позднее но монеты были датированы годом 21 и сразу эти монеты в обращении не были запущены советское правительство считало необходимым создать большой монетный запас серебра золото и уж тогда насытить рынок единовременно не зря даже был подписан контракт с британией на производство на верминогенского монета дворе 5 копеечных медных монет и серебряных полтидиков 24 года с одной целью достигнуть нужного количества для наполнения обращения а пока монеты чеканились и откладывались подчеркиваю не обязательно дата монеты соответствует реальному времени чеканки например в двадцать третьем году мелкие монеты нам известны билон номиналов 20 15 10 копеек больших номиналов в двадцать третьем году не было ночь чеканка во всяком случае полтинников шла во всю мощность миллионы штук чеканки в двадцать третьем году каких предыдущих двадцать второго года с объематикой рсфср или уже с новой советской эмблематикой с ссср до отсчету года неизвестно известно известно лишь факт чеканка шла и очень активно монеты докапливались лишь после полного накопления в нужном количестве в нужный момент все там масса серебряных монет была выпущена на рынок создав возможность для твердого денежного обращения поддерживаю серебряной и золотой монеты и для стабилизации цен для борьбы с инфляцией но и сами цены пришли примерно дореволюционным значением но за исключением конечно того что целый ряд товаров стал более современным более новым и соответственно более дорогим а какие-то товары наоборот как архаичные устаревшие подешевели или на них прекратился спрос и как я уже сказал началось все с 1921 года в этом году появились все использующие дальше советское время номиналы серебряных монет в первую очередь рубль 50 копеек тогда это было 50 копеек цифра 50 написано центре звезды и номиналы 20 15 и 10 копеек почему не выпускалась медная монета ну нужно наверное более внимательно и дальше изучать документы монету двора я могу предположить что из-за отсутствия сырья в этот момент запасы красной меди были найдены и привезены на монетный двор из города канавина только в самом конце 22 года и вероятно сразу же было принято решение использовать эти запасы для чеканки так называемых красных советских монет как раз образца 24 года которым мы уже ранее говорили а на момент 21 года необходимого сырья не было может быть причины были какими-то другими но полная подборка серебряных монет вышла и такой комплект сейчас у нумизматов весьма и весьма востребован как я уже подчеркивал все монеты были выпущены в обращении одномоментно конце 24 года пока они накапливались соответственно рубли 21 года обращались вместе с рублями 24 года и также благополучно в обращении многие из них погибли а вот билонные монеты скорее всего 21 году было изначально выпущено совсем немного и плюс конечно же длительное пребывание в обращении длительное хождение привело к тому что это неустойчиво к разрушению монета по большей части в обращении погибло поэтому даже не многочисленные сохранившие экземпляры сейчас очень ценны и коллекционеры и ищут те самые билонные монеты 21 года как можно более хорошей сохранности но посмотрите номиналов у нас 5 рубль 50 копеек 20 15 10 а монет представлено в данном случае 7 почему так рубль 21 выпущен в двух основных разновидностях разновидности чуть больше но некоторые их очень редки и встретить их ну крайне мала вероятность но основные же две . и полу . поэтому и в такой коллекции оба они представлены об этой разновидности чуть позже еще поговорим а откуда же два полтинника нет двух разновидностей полтинника двадцать первом году не было но во всяком случае ярко выраженных разновидностей но очень изредка попадаются 50 копеечные монеты полтинники с характерными следами соударение штемпелей и лучи солнца в гербе на другой стороны отражаются верхних лучах звезды и под цифры 50 очень красивый необычный след если монета в хорошем состоянии начеканена свежим инструментом то выглядит это очень интересно очень красиво и я посчитал целесообразным к подборке монет по номиналам добавить и эту не совсем обычную монету являющую конечно же технологическим браком но представляющую интерес как некое красивое изделие давайте рассмотрим их и с другой стороны что мы здесь видим герб РСФСР существовавшего тогда государства на следующий год образуется союз с СССР требуется новая эмблематика и с двадцать четвертого года именно монеты с новой уже советской эмблематикой и начинают массово чеканиться в России и как я уже сказал в Великобритании в Бирмингеме а пока мы имеем еще эмблематику РСФСР кстати говоря именно из-за смены эмблематики не появился на свет в должном образе знаменитый червонец двадцать третьего года вчера с двадцать третьего года был очень ограниченным известно о том что было начеканено порядка ста тысяч экземпляров может быть были какие-то до чеканки но о них сведений пока найти не удалось связи с тем что уже было решено чеканить монету с новой эмблематикой не готовой на момент выпуска монеты ну а в двадцать пятом году когда пробные монеты с эмблематикой СССР появились целесообразность этих чеканки посчитали не столь важные в обращении уже в большом количестве находились золотые монеты имперского образца от чеканин в тех же годах двадцать третьем на четвертом и потом в двадцать пятом и двадцать шестом когда было принято решение чеканить именно имперские монеты вместо советского золотого червонца основное отличие рублей заключается в самом последнем знаке точечного ободка вокруг гербара СФСР в стандартном варианте ободок так и заканчивается точкой такой же как и другие из которых этот ободок состоит а вот в другом варианте самая последняя точка сливается с рельефом дальше выглядит как полуточка и приклеившиеся к изображению . это небольшое отличие приводит к выделению двух основных разновидностей рубль 1921 с вариантом точка и рубль с вариантом полуточка интересно что в следующем году 1922 несмотря на то что даже изменился знак ментсмейстера появились рубли 22 года кстати весьма редкие знаком ПЛ Петр Латышев тем не менее они также выпускались в вариантах точка и полуточка встречающиеся примерно в равной пропорции знаком ПЛ ну а впервые это замечено как я уже сказал именно на рублях 21 года и здесь соотношение точки и полуточки ну примерно 5 к одному или 4 к одному у разных коллекционеров и дилеров разные точки зрения но суть понятна что на 4 5 может быть на 6 обычных монет встречается одна монета с варианта полуточка то есть этот вариант является более редким так два варианта рублей 21 года наиболее распространенный с точечным поводком вокруг гербара СФСР в конце заканчивается свободной открытой точкой и рядом вариант который часто называют полуточка тот же ободок но последняя точка сливается с деталями рельефа образуя половинку полуточку это единственное значимое отличие среди массовых рублей 31 года и вариант полуточка встречается примерно одна из пяти шести монет итак два полтинника или 50 копеек 21 года дополнительно интересный экземпляр с характерными следами с ударения штемпелей верхней части звезды вы видите характерные лучи такие же как должны были бы быть на гербе РСФСР лучи восходящего солнца рад был сегодня представить вам такую подборку 21 года я надеюсь что каждый своей коллекции сможет аналогичную подборку представить но если сложно сделать подборку именно 21 года в связи с дороговизной причем как ни странно дороговизна именно билонных монет которые сходилось мало то можно комбинировать рубли подобрать 21 года полтинник или 50 копеек как более точно более распространенные 22 года но и билонную монету 23 года с даты 23 билонных монет сохранилась на порядок больше некоторые из них встречается в очень сильной сохранности и такая подборка будет радовать глаз независимо от того что не представленные монеты разных городов но с одним общим решением концепции внешнего вида ранних монет РСФСР до следующих встреч смотрите наши выпуски задавайте вопросы ждем вас до свидания спасибо за просмотр! Продолжение следует...